В Рязанском дворце детского творчества состоялось открытие Спартакиада Союзного Государства России-Беларусь, посвященное 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне. На этих соревнованиях выступят лучшие молодые спортсмены со всей России. Подготовка проходила, наверное, традиционно, как у всех, как у белорусов, так и у россиян, в одинаковых условиях. Единственное, что смущает, что здесь дети у нас слишком маленькие, 2002-2003 года рождения, но, тем не менее, игры бескомпромиссные, идут в интересной борьбе, ну и, соответственно, вот как раз сейчас и руководители наших делегаций подчеркивают и говорят о том, что именно здесь рождаются будущие спортсмены, поэтому необходимы такие соревнования. Я думаю, что пройдя вот эти соревнования, они получат бесценный опыт и, соответственно, будут дальше тренироваться и выступать уже на более высоком уровне. Надо сказать, что в отличие от других стран СНГ, в Беларуси праздничные мероприятия на 9 мая запланированы ничуть не меньше, чем в России. У нас очень много мероприятий, посвященных этой знаковой дате, как больших мероприятий, День независимости у нас будет посвящен этому дню, так Парад Победы будет, так и на местах, в каждом районе, в каждой области у нас будут проводиться свои мероприятия, которые приурочивают к этой дате. Ну а что касается спорта, то нынешняя спартакиада России и Беларусь продлится три дня, а ребята будут соревноваться в плавании, стритболе и настольном теннисе. Но, конечно, главное в проводимом в Рязани турнире – это укрепление дружбы между ровесниками братских стран. Так как эта спартакиада приурочена к юбилею Великой Победы, после официальной части участники соревнований возложили цветы к вечному огню на площади Победы. Для белорусских гостей запланирована большая культурная программа – посещение музея ВДВ, знакомство с есенинскими местами, а еще для молодых спортсменов устроят совместные дискотеки. Продолжение следует...